МОТОЦИКЛИСТ В жирском сидении байка находилась девочка-подросток. Ее возраст уточняется. Пострадавшую серьезными травмами доставили в больницу. ГИБДД работают на месте аварии. Свою проверку проводит и прокуратура. Здравствуйте! В эфире новости по будням. О самых важных и интересных событиях, которые произошли в регионе, узнаете в ближайшие полчаса. Начнем с коротких анонсов основных тем выпуска. Подработка с криминалом. В Иркутске трое мужчин подожгли подстанцию троллейбусного депо. Детали этой истории озвучим через минуту. Минутное дело. В Тайшинском районе утонул 17-летний подросток. В программе поговорим об опасном поведении на водоемах Иркутской области. В Иркутской области на рынке труда дефицит кадров достиг своего максимума с начала года. В каких сперах нехватка специалистов наблюдается сильнее всего, расскажем в выпуске. В конце выпуска две минуты позитива. О заплыве двух гигантских уток по гавани и о том, где появились необычные аппараты, которые называются сусликоматы, узнаете в рубрике повесточки. Но начнем выпуск с другого происшествия. В поселке Юрты Тайшинского района в карьере утонул 17-летний мальчик. Это первое трагическое происшествие на воде с начала лета. По предварительной информации регионального МЧС, подросток вместе с 12-летним братом приехал из Иркутска к родственникам. В жаркий день ребята отправились к карьеру. Младший сидел на самодельном плоту, старший плыл, толкая его перед собой. В какой-то момент подросток скрылся под водой, рядом никого из взрослых не было. Позже тело погибшего с глубины двух метров достали спасатели. Известно, что в карьере было запрещено купаться и на берегу стоит соответствующий знак. Сейчас сотрудники следственного комитета проводят проверку по факту этого происшествия. В прошлом году за лето в регионе утонуло 7 детей. Чаще инциденты с детьми проходят все-таки на дорогах. По нелепой халатности из иномарки, которая ехала со стороны озера Квадрат в Иркутске, на ходу выпала 8-летняя девочка. Ребенку понадобилась помощь медиков и выяснилось, что 32-летний отчим девочки, который находился за рулем, был пьян. Сейчас к озерам и рекам Прибайкалья стремятся все жители. В регионе установилась жаркая погода, но отдых у воды может быть опасен. Тему продолжит Олег Федоров. Золотой песок пляжа вновь обсыпало разноцветными панамками и пестрыми купальниками. В Иркутске сегодня плюс 30, а температура воды всего 14 градусов. Вот и решили горожане освежиться. Кто-то вальяжно плывет брасом, другие шустрят кролем. А между тем такой досуг может быть опасен. В прошлом году на водоемах Иркутской области погибло 40 человек, в том числе семеро детей. И что касается взрослого контингента, то, как правило, люди находились в алкогольном опьянении. А вот что касается детей, то они были без присмотра родителей. Детей без родителей мы сегодня на пляже Якуби не обнаружили. В основном ребята играют недалеко от берега в зоне видимости. Подростки и молодые люди предпочитают прогулки на катамаранах или сабах. Да и далеко не все взрослые решатся войти в пучину июньской ангары. Как вам водичка? Ну, она такая холодная, но привыкаешь быстро к ней. Быстро привыкаешь. Хорошая вода. Ну, вы уже купались к воде? Нет, еще полностью нет, боюсь. В воду лезть категорически не хотели и не хотим и не будем. А почему? Ну, потому что она ледяная, да и грязная тоже, и как бы не сезон еще. Я, в принципе, очень брезгливый человек, и детей своих не допущу к водоему, потому что неизвестно, что там можно подцепить. И это вполне оправданно. По данным регионального Роспотребнадзора в 2023-м, как, впрочем, и прошлые годы, в Прибайкале ни одно место массового отдыха людей у воды не получило заключения о соответствии всем санитарным правилам. Помимо болезнетворных бактерий, невидимых человеческому глазу, в воде могут находиться арматура или битое стекло. Не везде, конечно, но веселые компании зачастую наведываются к пляжу. И никакие информационные таблички их не остановят. Семейные, кто хотят отдыхать здесь. Кто хочет там, ну, на шезлонге заплатить, отдыхают чуть подальше. Кто хочет, ну, выпить, грубо говоря, ну, вот отдыхают там. Ну, как бы это. Здесь просто люди замечания сделают? Здесь камеры есть, там нет. То есть нужно камеру устанавливать, чтобы повысить? Конечно, всегда нужна камера. Даже не то, что камера, а просто табличку, что тут стоит камера. И уже люди будут себя вести более лояльнее, более адекватнее. Адекватно оценивать обстановку нужно всегда. Особенно на пляже. Употребление алкоголя на жаре и купание в холодной воде – вещи не только несовместимые, но и смертельно опасные. Олег Федоров, Иван Волобуев. Новости по будням. Опасность порой может сулить подработкам. Особенно если она сомнительная. В Иркутске трое мужчин подожгли подстанцию троллейбусного депо. Причем сделали они это за денежное вознаграждение 8 тысяч рублей на троих. По предварительной информации, житель Иркутского района нашел в мессенджере объявление о работе. После этого с ним связался неизвестный и предложил за деньги совершить несколько поджогов, якобы для получения страховки. Мужчина согласился и позвал на дело знакомых. Куратор научил их делать зажигательную смесь и отправил им список заданий. Первой точкой сообщники выбрали подстанцию троллейбусного депо. Горючую смесь они закинули в вентиляцию. Но в итоге поджигателей задержали. На работу общественного транспорта инцидент не повлиял. Зато на мужчин завели уголовное дело. Им может грозить до 5 лет лишения свободы, штраф, либо принудительные работы. При этом задержанных проверяют на причастность к другим инцидентам, ведь этот поджог мог быть не единственным. Мы думали, что это страховой случай. Заканщичек пытается кинул координаты. Координаты нескольких мест он скинул. Мы на выбор взяли две точки. На дороге Усть-Илимска никто не покушается. Однако состояние магистрали в этом северном городе оставляет желать лучшего. При этом на ремонт проезжих частей муниципалитету в 2023 году выделили почти 85 миллионов рублей. Однако уже июня контрактов на работу на общую сумму 83 миллиона рублей все еще нет. Дошло до того, что жители Усть-Илимска начали массово жаловаться на состояние дорог в прокуратуру. А та подала в суд иск городской администрации. По мнению контролирующего органа, техническое состояние трасс не отвечает требованиям безопасности дорожного движения и угрожает жизни, здоровью и имуществу населения. Поэтому прокуратура требует, чтобы суд обязал администрацию привести магистрали в соответствии с госстандартами. При этом состояние дорог похоже настолько критичное, что в ситуацию вмешались областные власти. Теперь контролировать ремонт дорог будут на региональном уровне. Привести их в порядок намерено в течение трех месяцев. Первый месяц лета принес жителям Казачинско-Ленского района неприятные новости. Сразу в нескольких населенных пунктах ожидается повышение уровня воды на реке Киринге. Сейчас на месте за обстановкой следит оперативная группа. Региональным МЧС было принято решение проводить мониторинг ситуации каждые четыре часа. На момент последних замеров уровень воды в Киринге в районе поселка Улькан составляет 396 сантиметров при критической отметке в 430. Следят за уровнем реки и в селе Казачинское. По сообщениям гидрологов, в ближайшие дни из своих берегов могут выйти реки Китай, Уда, Белая и Ия. В том числе в связи с такими прогнозами с 10 по 12 июня в Иркутской области будет действовать режим повышенной готовности. В режиме дефицита кадров находится сейчас рынок труда Иркутской области. Этот показатель достиг своего максимума с начала этого года. Открытых вакансий сейчас много, а вот претендентов на них мало. Уровень дефицита кадров определяется так. Специалисты сравнивают число предложений от работодателей и количество резюме. В норме на одну вакансию приходится 5-7 кандидатов. Тогда на рынке труда создается здоровая конкуренция. Если на одно предложение приходится менее 4 резюме, речь уже идет о дефиците кадров. По данным ХХРУ в Иркутской области с начала года нарастает такая тенденция, но по итогам последнего месяца уровень нехватки специалистов достиг своего максимума. Самыми дефицитными специалистами на данный момент в Прибайкале являются медики. На одно предложение для них приходится всего одно резюме. Также не хватает сотрудников из сферы автомобильного бизнеса и сельского хозяйства. Почему рынок труда испытывает такие изменения? Прокомментировать ситуацию мы попросили эксперта. Дефицит – это вполне закономерное явление, и это так называемый эффект отложенного спроса. Потому что год назад, после февральских событий, рынок отреагировал сокращением работодательской активности, снижением количества вакансий, и какое-то время рынок восстанавливался. Если говорить о базовых причинах, почему так происходит, и что драйвит этот процесс дефицита, то это, прежде всего, неблагополучная демографическая ситуация, и в том числе эффект демографической ямы 90-х в Сибири. Это дополнительно еще и усиливает миграционный отток. Высокий спрос в регионе на тех, кто дарит улыбки, и речь сейчас вовсе не о развлечениях. При Байкале и соседних регионах есть немало детей с врожденными дефектами губы и неба. В народе это зовется «заячьей губой». Как волонтеры-медики в Иркутске исправляют эту особенность, сегодня увидела Дарья Эйвазова. Время в стенах детской больницы маленький Слава коротает за мультиками. В Иркутск из Боханского района он приехал за улыбкой. У него врожденный дефект неба. Из-за этого мальчик не может нормально есть и пить. Но теперь у него есть шанс начать полноценную жизнь. Ведь в столицу Прибайкалья приехали врачи-волонтеры со всей России, чтобы помочь Славе и другим ребятам с подобной особенностью. Пища утекала из носа. Давали пищу, чтобы он не попадал в расщелину. Операция «Улыбка» мне наш педиатр рассказал, что проводят акцию, приезжают врачи с разных городов России. Эта акция в Иркутске проходит уже несколько лет подряд. Чтобы помочь маленьким пациентам, врачи специально берут отпуска. Но вместо отдыха отправляются дарить улыбки. Здесь может быть заставка, есть символ ВДВ, кто кроме нас. Ну, потому что надо помогать коллегам, надо помогать людям. С медицинской точки зрения мы восстанавливаем функцию круговой мышцы рта. То есть вот этот сосательный рефлекс восстанавливаем. И вторым этапом, следующие этапы, мы воссоздаем структуру твердого и мягкого неба. Мы начинаем оперировать расщелины губы с шести месяцев. Ну, там плюс-минус еще имеет значение вес. Расщелины неба с года. За улыбкой в Иваново-Матрёнинскую детскую больницу приехали около 90 ребят. Причем не только из Иркутской области, но и из других регионов. Бурятии, Тывы. После осмотра на операцию выбрали чуть больше полусотни ребят. Других отправили немного подрасти, либо пока скорректировать порог с помощью ортодонта и логопеда. При этом заранее подготовиться к операции ребятам помогали иркутские врачи. Всех этих детишек, которых мы посмотрели около 90, их нужно в течение года обзвонить, их нужно посмотреть, их нужно проконсультировать, их нужно подготовить с анализами. То есть это громадная подготовительная работа, которую делает в основном местные специалисты. Для ребенка, для родителей все это абсолютно бесплатно. Мы эти четыре дня работаем с 8 утра до 9 до 10 часов вечера в операционных. Сама операция длится от 30 минут до 3 часов. Некоторым ребятам достаточно одной процедуры. Кому-то требуется несколько вмешательств. А после работа с логопедом и ортодонтом. Но главное, маленькие пациенты навсегда избавляются от дефекта и получают билет в счастливое детство. Дарья Эйвазова, Андрей Назаров, новости по будням. Качественные медицинские услуги постепенно становятся доступны для жителей небольших населенных пунктов. Сразу четыре новых фельдшерско-акушерских пункта открылись в Иркутском районе. Теперь жители деревень Столбова и Баруй смогут получать медицинскую помощь в комфортных условиях. А ранее еще два ФАПа открылись в деревнях Позняково и Егоровщина. Раньше жители Столбова на протяжении 30 лет получали помощь медиков в маленьком помещении 26 квадратных метров. Новое здание ФАПа соответствует всем современным стандартам. В нем три просторных кабинета – приемный, смотровой и прививочный. Для жителей Баруя появление нового фельдшерско-акушерского пункта – тоже настоящее событие. Ведь эта деревня – одна из самых удаленных в районе. И важно, чтобы у людей была возможность получать первичную помощь. Новые ФАПы подключены к единой цифровой платформе, что позволит фельдшерам при необходимости записывать пациентов на прием в другие медучреждения. Всего же в этом году в Прибайкале появятся… Планируют возвести 19 новых таких пунктов. Они появятся в 15 муниципалитетах, в том числе в Иркутском районе. Все-таки удача в тот факт, что есть и хорошая кадровая обеспеченность, и генемическое развитие района. И уверен в том, что мы, безусловно, также будем продолжать совершенствовать службу первичного оказания медицинской помощи, как в Иркутской области, но и, естественно, в Иркутском районе. Возможность реализовать свои проекты, которые помогут экологии Иркутской области, получили жители региона. Их добрые идеи воплотятся в жизнь благодаря грантам. Подробности в сюжете Даниила Седова. О стекле ангарчанка Татьяна Витиорец знает почти все. Уже 6 лет женщина в своей мастерской из старых оконных стекол создает тарелки, вазы и сувениры. Так в Торсырье получает новую жизнь. Материал для работы ей привозят люди. Сотни килограммов стекла из Ангарска, Иркутска, Байкальска и других городов. Мастерица создала уже целую коллекцию предметов декора из переработанного стекла. Свою коллекцию мы назвали «Озеро». И мы постарались посуду изобразить таким образом, чтобы она как-то олицетворяла воды. Чистые воды Байкала, по сути, основное наше богатство нашего региона. И мы планируем работать с гостевыми домами, ресторанами, барами на Байкале. То есть, прежде всего, это продукция для них. Но пока Татьяна может создавать только 5-6 изделий в день, для выполнения больших заказов нужна новая печь. Ее женщина получит благодаря победе в грантовом конкурсе «Н-Плюс». Двумя годами ранее, а также при поддержке компании, здесь уже появилось оборудование для переработки стекла. Российский энергохолдинг не только заботится об экологии, но и поддерживает начинание неравнодушных и творческих людей. Важность этого принципа в работе компании подчеркивает ее основатель и общественный деятель Олег Дерипаско. Грантовый конкурс существует уже 4 года. За это время в жизнь воплощены 60 проектов. Один из них в прошлом году реализовали в Саватеевке. Там обустроили подходы к минеральным источникам, которые впадают в реку Ода. Всего в реку впадает более 20 источников, и из каждого можно спокойно пить воду. Однако до 2022 года подойти к родникам было довольно-таки трудно. Но благодаря победе в грантовом конкурсе здесь провели благоустройство, и теперь каждый может попробовать воду из этого источника. Солоноватая, но очень приятная на вкус. И благоустройство на берегу реки продолжится, ведь этот проект снова получит финансовую поддержку 400 тысяч рублей. Мы хотим продлить этот красивый мостик и сделать, закольцевать этот мостик, сделать его началом экологической пешей тропы 5-километровой. Добиться каких-то государственных субсидий, либо других инвестиций очень сложно. Здесь все проще. Мы показали очень красивое место, приготовили эскизный проект, сделали обоснование, собственно говоря, подали его на рассмотрение комиссии. Участие в грантовом конкурсе в этом году приняли более 200 проектов со всей России, но количество идей не так важно, как их направленность. Ведь все участники хотят одного – внести свой вклад в сохранение экологии. Даниил Седов, Виктор Черкашин, новости по будням. Возможно, кто-то из гостей региона решит отправиться в Саватиевку к минеральным источникам, ведь Иркутской области начался летний туристический сезон. Первые мероприятия для путешественников уже прошли в некоторых городах. Например, в Слюдянке прошли ярмарка сувениров и фестиваль «Ухи», а также концерт. Для тех, кто пожелал сохранить частичку праздника, подготовили памятные сувениры. Их сделали местные мастера и жители. В мастерстве по приготовлению «Ухи» соревновались профессиональные повара и любители на тематическом фестивале. Подобных событий иных мероприятий впереди много. По прогнозам специалистов, нашу область летом посетят около 600 тысяч туристов, и это на 5000 больше, чем в прошлом году. Чаще всего к нам приезжают путешественники из Москвы, Новосибирска, Красноярска и Уфы. Частными гостями из других стран стали граждане Монголии, Казахстана, Белоруссии и Китая. Сразу после короткой рекламы расскажем о достижениях спортсменов Иркутской области, а также вы узнаете, почему Чебурашка и Шипокляк приехали в «Братское лето» встречать все это и не только в рубрике «Повесточки». Иркутская область готовится к проведению акции «Всероссийский олимпийский день». На данный момент свое участие в проекте подтвердили 36 муниципалитетов при Байкале. Так с 10 по 25 июня пройдут соревнования по футболу, волейболу, настольному теннису и еще по 10 видам спорта. Ну а об уже состоявшихся соревнованиях и успехах наших земляков расскажем далее. Артем Черноусов завоевал золотую медаль Открытого Кубка России по пулевой стрельбе на турнире в Московской области. Иркутянин выступал в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров. Также наш земляк удостоился серебряной награды соревнований в зачете смешанных пар. Артем занял второе место в дуэте с еще одной нашей спортсменкой Надеждой Колодой. В Иркутске состоялся первый этап областных соревнований по теннису. В турнире приняли участие спортсмены из столицы Прибайкалия и Братска не старше 13 лет. Уроженка северного города Ксения Понедаева заняла первое место в женском одиночном разряде. Среди юношей золотую медаль завоевал иркутянин Кирилл Фабричный. Ну а молодежка футбольного клуба Иркутск готовится к первым выездным играм чемпионата Сибири и Дальнего Востока. Наша команда в статусе лидера турнирной таблицы 9 июня встретится в чите с местной командой. А 11 июня представители столицы Прибайкалия проведут матч в Улан-Удэ против ФК Бурятия. Данил Седов, новости по будням. Клумбы Иркутска запестрели яркими красками. Одну из них в центре города преобразили активисты городского клуба садоводов. Этой традиции уже 7 лет. В этом году над эскизом клумбы работали архитекторы, биологи и агрономы. А вот результат труда вы видите на экране. Летнее сочное настроение обеспечено. Продолжим поднимать вам настроение с помощью традиционной рубрики повесточки. Друзья, приветствую. В Иркутск пришло настоящее лето. На термометрах 29 градусов тепла. И пока кто-то освежается мороженым и ищет спасительную тень, предлагаю освежиться подборкой новостей. Есть такая профессия – людям помогать. И 8 июня такие специалисты отметили свой профессиональный праздник. Речь про социальных работников. И среди них в Иркутске прошел профессиональный конкурс. Участие принимали специалисты со всего региона. Они поделились опытом работы, а также продемонстрировали свои таланты. По итогам конкурса первое место и звание «Лучший социальный работник» присуждено иркутянке Светлане Чувашовой. Лето по пути в наш регион задержалось, потому в Братске только сейчас отметили приход тепла. Лето встретили конкурсами и танцами. Праздник пришелся по душе всем от мала до велика. Окунуться в беззаботное время брачанам помогли любимые персонажи детства – Чебурашка, Шапокляк и Барбоскины. Они ловко водили малышей и родителей паровозиком сквозь ряды зрителей и смешили шутками. О здоровье сусликов беспокоится в Красноярске. Поэтому там, в парке, где они водятся, появились сусликоматы. В необычном аппарате можно взять корм для зверьков, причем полезный. Ведь часто сусликов кормят тем, что им нельзя. Сусликов в парке довольно много – около 4,5 тысяч. И эту территорию даже признали лучшим сусличим местом страны. Там даже есть сусликопап, в котором можно оставить правильное угощение для зверьков. Вспомнить детство и запустить резиновых уточек решил голландский художник. Забавная инсталляция появилась в гавани Гонконга. Заметить необычных пловцов не так уж трудно, поскольку они внушительного размера. По задумке автора, эти две 18-метровые плавучие скульптуры олицетворяют единство людей. Всем отличного настроения, искренних улыбок и хороших новостей. До встречи. У меня на этом все. Впереди вас ждет еще реклама. Я же на этом прощаюсь, но помните, мы всегда вместе с вами.